Сегодня Влад мне сказал, что он нашел какой-то классный секрет в пещере и сказал, что мне его покажет. Ну, а я что? Я не откажусь. Так, ну как вы видите, у меня тут немножко видно новый, наш новый микрофон, это новая игрушка Влада. Он очень рад, вот, а мне все равно, в общем-то, потому что меня техника не очень привлекает, и я так сильно радуюсь одежде больше, чем каким-то новым штучкам, но микрофон прикольный, светится прикольно. Это все, в чем я разбираюсь. Я нахожусь, как всегда, на главной площади. Так, знаю, что где-то здесь Влад. Я уже успела поставить нам дом, и сейчас пойду его найду, не знаю, где он там, я видела, что он где-то катается, ждет, пока я вам все расскажу. Не знаю, что за интересный секрет он мне сегодня покажет. Надеюсь, это будет что-то стоящее. Так, где? О, привет, тюлень. Погнали, куда ты бежишь? Так, ну что, мотик? Как я поеду? Так, я должна тоже как-то сесть. О, погнали. Фига, Влад байкер сегодня. Мы сейчас отправляемся в пещеру, и Влад будет показывать мне какой-то интересный секрет, как он сказал. Мы ждем, пока Влад по водичке накатается. Влад, ну что, ты долго уже будешь кататься-то, господи? Ребят, мне кажется, мы сейчас реально будем ездить по городу, пока Влад просто не накатается, и до пещеры доедем к завтрашнему дню. Ура, наконец-то, мы около пещеры, и я так понимаю, что можно сходить. Так, и вот здесь проход. Так, ну что, побежали? Что ты стоишь-то? Так, ну побежали. Где Влад? Куда делся Влад? Так, я уже потерялась. А, вот. А, да, Влад запасся фонариком, чего не сделала я. Так, и сейчас мы будем идти с туалета, я так понимаю, по этому проходу с Владом. Сейчас он мне будет показывать какой-то классный секрет. Интересно, что это такое? И что, тут ничего не видно? Мы уже вообще в пещере? Не знаю, что-то мне кажется, никакого секрета нет. А что там горит? А, это, это проход, это выход. Надо запомнить. Так, и что? Влад поставил палатку, так и что дальше? И что? Так где секрет-то? Сейчас я ему напишу. Ложись тут, и что, зачем мне ложиться? Он же пришел, мне секрет показывает. Так, что? А я пока кое-зачем-то. Он, походу, кое-зачем пойдет, но как-то это странно. Куда он пойдет? Куда? Он уже ушел? Да, он куда-то ушел. Пока я пыталась написать, он уже куда-то свалил. Так, я пока возьму тогда фонарик. Куда ушел Влад? Чего вообще за бред? Так, возьму фонарик, а то одно мне уже тут вообще стрёмно. Куда он ушел? И как долго мне его ждать? Вообще, что-то непонятно. Куда мог уйти Влад? Он сказал, что мы пойдем в пещеру, он мне покажет какой-то интересный секрет. Нет, в итоге он поставил палатку и сказал, что сейчас придет. Ничего не понимаю. Так, там плиту можно. Я здесь стою, значит. Ну, давайте пока пробежимся. Блин, мне кажется, знаете ли, что сейчас? Мне кажется, он меня обманул, сейчас придет и будет меня пугать. И тут нет никаких секретов. Какие секреты у нас вообще здесь есть? Никаких секретов здесь нет. Никаких. Вот, это же просто пещера. Уже везде, конечно, пробежала, Влада до сих пор нет. Я думаю, что стоит пойти на улицу, посмотреть, где он. Потому что это как-то странно. Блин, еще прикол в том, что я не помню вообще, как отсюда выбраться. И мне кажется, я сейчас выбираться отсюда буду просто с тысячой... О, нет. Мне просто сегодня как-то очень повезло. И я нашла быстро выход. Это очень хорошо. Ну что, я выхожу из пещеры, чтобы посмотреть, где Влад вообще. Куда он вообще пошел? Куда он делся? Так, можно фонарик убирать. В принципе, пойду посмотрю, где его мотоцикл стоит. А то мы проковались около другого входа. Интересно, что это вообще за секрет будет? А где его мотоцикл? Куда он ушел? Куда он уехал? Что-то это все как-то очень-очень странно и подозрительно. Я ничего не понимаю. Влад сказал, что покажет мне секрет. Новый секрет, который он нашел в пещере. В итоге привозит меня туда, ставит палатку, говорит, я сейчас приду. И все, я куда-то ушел. Так, ребят, предлагаю сходить к нам домой и посмотреть, может, он туда пошел за каким-нибудь оборудованием. Я не знаю. Ну что, я уже вот сейчас подбегаю. Вот стоит наш дом. И сейчас пойдем посмотрим, что он, где он вообще. Куда он делся? Какие-то непонятные секреты. Видимо, секрет с его исчезновением он хотел показать. Я забегаю домой. И что, и где тут Влад? Так, тут никого нет. Так, здесь вообще никого нет. Спальня пустая. Сейчас посмотрим. Ванная пустая. Так, вторая спальня тоже пустая. И наш сад тоже пустой. Это все как-то очень подозрительно и очень не похоже на Влада. Поднимаемся на второй этаж. Смотрим. Тут тоже никого нет. Так, ну что, давайте посмотрим. Ребят, у меня горит сейф. Я ничего не понимаю. Походу, Влад как-то пытался его ограбить. Я не знаю. Это все очень странно и непонятно. Вообще, что происходит? Где вообще Влад? Куда он делся? Ребят, я предлагаю пойти его поискать. Может быть, пока я была здесь, он как-то вернулся туда-обратно. В эту пещеру, чтобы показать мне секрет. Ну, я не знаю. Но я все это время была дома. И я его не видела. Я предлагаю взять какую-то машину. Так, ну давайте. Так, давайте возьмем какую-то машину. Я предлагаю вообще взять абсолютно любую. Пофиг. Я немножко начинаю переживать. Потому что это вообще что-то очень непонятное. Куда мог деться Влад? Что вообще происходит здесь? Почему он сказал мне, что покажет секрет? В итоге куда-то ушел. В итоге куда-то ушел. И сейчас я вообще не понимаю, где он и что с ним. И куда он делся. Может быть, вообще в этом замешано агентство. Или фиг его знает, куда он мог свалить. Давайте я сейчас для начала объеду весь город. Если вообще объеду на этой Тарантайке. Где он вообще может быть? Где мне его искать? Ребят, пишите обязательно в комментариях. Может, вы знаете, где искать Влада. Может, я сейчас... О, ребят, давайте, может быть, пройдем в бункер Эджинсе. Да. И там посмотрим. Может быть, он там где-то. Да. Он обычно всегда там где-то ошивается. И ищет какие-то секреты. Я не знаю. Ну, нафига ему нужно было говорить мне про какой-то секрет? А самому вообще сваливать? Еще и сейф у меня дома грабить. Это вообще все как-то очень-очень непонятно. И очень подозрительно. Забежал. Забегаю в бункер. Так, давайте посмотрим. Может быть, здесь все-таки находится Влад. Влада здесь нет. Отлично. И что? Я не знаю. И как мне его найти? Давайте сразу я предлагаю пробежать в церковь. Чтобы посмотреть, может быть, Влад там. Тоже, конечно, не представляю. Не понимаю. Но давайте забежим, посмотрим. Влада здесь тоже нет. Это все очень как-то подозрительно. Давайте посмотрим. Может быть, он на крыше церкви. Но просто то, что он не пришел, это все очень странно. И там его тоже нет. Блин, и как мне его найти? Я даже не могу представить, где он может быть. Еще и на улице уже темнеет. Ребят, как мне найти Влада? Куда он вообще делся? Он что, меня кинул? Ну, вряд ли. Зачем ему меня кидать? То есть, зачем ему похищать все деньги из сейфа и просто куда-то уходить? И зачем ему вообще заманивать меня в этот? Он мог просто сказать. В общем, это все как-то странно. Здесь нет его мотоцикла. Я, если честно, сейчас нахожусь в шоке. И тут тоже никого нет. Тут абсолютная темнота. Все. У меня просто кончились идеи. Где, может быть, Влад вообще? И почему он ограбил дом? Может быть, у него какие-то проблемы? Может быть, ему зачем-то нужны деньги были? Но он мог просто взять. Фиг знает. Все это очень странно и очень подозрительно. Абсолютно не понимаю, ребят, что вообще могло произойти. Ребят, пишите в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то догадки, куда мог исчезнуть Влад? И вообще, что случилось?